Российская версия истории Руси сфальсифицирована от начала и до конца, причем совершенно буквально от начала. Многим со школьной скамьи внушали, что древняя история Руси началась с призвания варягов на княжение. И уже это с самого начала должно вызвать закономерный вопрос, а с какой-то стати славянам звать себе в лидеры скандинавов? Это нонсенс. Абсолютно любая общность людей самоорганизуется и определяется с лидером автоматически и довольно быстро. И лидер этот является выходцем из той же общности, во главе которой он и становится. Это совершенно ясный базовый закон социальной психологии. Нет сомнения, что рассказ о призвании варягов на княжение – это наглое вранье, сшитое белыми нитками. Кто же выдумал этот странный миф? Известно, что официальная древняя история Руси была написана только с приходом к власти Романовых. То есть о том, что было на Руси до Романовых мы знаем только от Романовых. Значит, кто придумал эту сказку? Фамилия уже названа. А далее возникают другие, вполне закономерные вопросы. Например, почему русские князья да цари не додумались написать историю своего государства за многие века до Романовых? Ярослав Мудрый в 12 веке написал «Русскую правду» – кодекс закона в жизни. А историю якобы не додумался написать, так что ли? Это еще один нонсенс и несоответствие логики в официальной истории Руси, которую пропагандирует Россия. Ну, не может такого быть, чтобы правовое сознание возникло и существовало без сознания исторического. Великие князья свою историю до Романовых однозначно писали. Только где же она? И имеют ли вообще какое-либо отношение к Руси эти самые Романовы со своей Московией? Давайте-ка разбираться. Будет ой, как интересно. То, что является сегодня официальной истории России, было сочинено и окончательно сформировано не так уж и давно. Фальсификация российской истории в полномасштабном виде произошла во время правления Екатерины II в самом конце XVIII века. Зачем это было сделано? Необходимость глобальной фальсификации истории именно в это время определялась захватом Великого княжества Литовского и Западной Руси Украины в ходе разделов Речи Посполитой. Среди политических задач стояли следующие. Нужно было чем-то обосновать приобретение этих совершенно чужих для России территорий. Для подавления национально-освободительной борьбы белорусов и украинцев придумать миф о том, что они якобы всегда мечтали оказаться под властью России. В рамках этого мифа следовало создать еще один миф о том, что московиты являются славянами и Русью, а не финским населением финской Московии. Для прикрытия реализации этих задач следовало провести массовую ревизию всех летописей и исторических документов в захватываемых территориях с целью их исправления или уничтожения. Чтобы достичь этих политических целей, следовало решить уже конкретные задачи по фальсификации истории. Первое. Создать миф о том, что Киевская Русь с приходом татар вдруг начинает считать Русью и даже центром Руси, находящуюся в Орде и в тысячи километров от Руси, страну Моксель или Мокши, населенную финскими племенами и до этого никем Русью не считавшуюся. Второе. Создать миф о существовании Суздальской Руси, хотя о существовании таковой никто до Екатерины II не знал. Третье. Создать миф о том, что Москва была основана при участии киевских князей, хотя до Екатерины II все историки дружно полагали, что она основана по велению ордынского хана после 1257 года. Четвертое. Создать миф о том, что Московия это Русь, а московиты это не финны, а оказывается славяне. Пятое. Создать миф о каком-то там Иге Орды, хотя до этого все историки считали, что Московия три века была надежным оплотом Орды в борьбе с Русью, а затем при Иване Грозном захватила в Орде власть. Шестое. И наконец создать миф о том, что Дмитрий Донской и Александр Невский боролись не за Орду, а против Орды. И так далее. Переписыванию подлежали все ключевые моменты истории Московии. Императрица Екатерина II лично редактировала составляемую ею историю России, правя при этом исторические документы, давая распоряжения по уничтожению некоторых документов и по написанию фальшивок. Именно Екатерина II, европейский образованный человек, приехала в Российскую империю и со временем, получив доступ к архивным первоисточникам, пришла в ужас, обратив внимание на то, что вся история государства держится на словесной былинной мифологии и не имеет доказательной логики. История державы опиралась на лживое изыскание Ивана Грозного и находилась в хаосе без доказательности и взаимоисключающих противоречий. И тогда императрица усердно принялась за дело. Но не стоит думать, что Екатерина II из простого бескорыстия принялась писать и упорядочивать российскую историю ради каких-то там сугубо политических целей. Все проделывалось не без величайшего личного умысла. Каков же был главный мотив императрицы при фальсификации истории московитов? Об этом и многом другом, не менее интересном, через одну минуту. С рождения тебя не предупредили, что придется за это заплатить. Получая вбросы, бюллетеней, наркотиков, дезинформации за то, что ты думаешь иначе. Каждый день видишь, как занавес опускается все ниже и ниже. А ты от безысходности не понимаешь, что с этим делать. А ведь прямо сейчас кто-то уже собрал вещи, переезжая в Евросоюз, и начинает жизнь с чистого листа. Плевать тем, кто говорит, что вы никому не нужны. Европейцы сами давно используют практику трудовой миграции. Это нормально. Решить самим, как и где жить. Прекращайте выживать. Пора эвакуироваться. Итак, какой же главный мотив императрицы, которым она руководствовалась при фальсификации истории московитов? Дело в том, что в длинном ряду московских, а позже российских князей, царей и императоров должна была занять одно из почетнейших мест и сама Екатерина II. И чем вели величественнее и благороднее оказывался тот ряд, тем величественнее в нем смотрелась она, принцесса германская. Она и мысли не допускала о том, что в царском роду может оказаться среди татаро-монгольской рядовой знати. Это было бы кошмаром. Такого для европейски образованного человека того времени даже во сне нельзя было допустить. И вот 4 декабря 1783 года Екатерина II своим указом повелела создать комиссию для составления записок о древней истории, преимущественно России, под начальством и наблюдением графа Шувалова. Начальствующим по сочинению российской истории по велению Екатерины II стал Герард Фридрих Миллер в лице так называемого Миллеровского исторического департамента, так как сам академик в 1783 году ушел в мир иной. Но именно Миллер оказал решающее влияние на сочиняемую российскую историю. Ранее он искал исторические материалы в Заволжье и в Сибири, то есть он изымал материалы, касающиеся татаро-монгольского прошлого Московии. В 1792 году Екатерининская история увидела свет. С тех пор вносить что-либо иное в повествовательный каркас истории Российской империи категорически воспрещалось. Член комиссии Александр Васильевич Храповицкий в своих мемуарах, прошедших многократную царскую и церковную цензуру, открыто пишет, что Екатерина II лично правила новую версию истории, включая составление родословной российских великих князей. При этом утверждала, что следовать надо не историческим фактам, якобы запутанным, а нужному нам порядку, российским нуждам. Любопытны фразы Екатерины II, приводимые в мемуарах Храповицкого. Он записывал ее прямые указания показать огромную мощь татар и причину их побед над московитами в отсутствии в Москве прочной монархической власти. В записях о татарах и их силе при нашествии на Россию императрица уже подменяет понятием Россия Суздальскую землю. Особо императрица поручает Храповицкому создать миф о том, что россияне – это якобы славяне, для чего тот отыскал бумаги во время житья в Эрмитаже, писанные о древности славян с изысканием первобытного народа. Понятно, что эти отыскания были попросту придуманы. Забавны другие типичные моменты в мемуарах. «Показывал я реку Сить в Ярославской губернии. Она впадает в Малогу, а Малога – в Волгу. На Сите убит князь Владимир Юрьевич Рязанский от татар. Думали, Екатерина II, что он перешел в Волгу гораздо ниже, чтобы атаковать татар. Но река Сить показывает, что Владимир бежал к Твери. Сим открытием не очень довольны для сочиняемой истории». Вот так бегство князя от татар превращается в атаку против татар, потому что Сим открытием не очень довольны. И из тысяч таких мелких, а часто и крупных фальсификаций тотально создается совершенно другая выдуманная история. Показательно, что о ней Храповицкий в этой цитате говорит «для сочиняемой истории», что совершенно верно, так как это «История России», комиссии под кураторством императрицы, именно сочинялось. Будучи разумным человеком, Екатерина II понимала, где не стыкуется история империи. Читая старинные летописания Киевской Руси, она видела, что европейцу сразу же бросалось в глаза. Бездоказательное и нагловатое перенесение права наследия от Великого Киевского княжества на Моксель или Суздальскую землю, а впоследствии произвольное переложение этого права на Московию. Для европейски образованного человека подобное нонсенс. В свое время и Англия высказывала претензию на Францию. Однако к концу XVIII века английское посягательство на французский престол превратилось то ли в европейскую шутку, то ли в фарс. И Екатерина II об этом знала. Она понимала, что если подобный разрыв даже ей бросается в глаза, то впоследствии серьезные европейские исследователи попросту отвергнут голословные утверждения московитов об их наследственном праве на историю и землю Киевской Руси. Ведь на части земли Киевской Руси и во времена Екатерины II проживал тот самый все еще не подвластный Российской империи народ русинов-украинцев, совершенно не похожий на московитов. Именно тот период истории великороссов, вторая половина XII-XIII век, подлежал коренному укреплению. История последующего периода требовала обычной доработки. Действовала императрица очень хитро и умно. Все, что мы сегодня знаем о происхождении Суздальских княжеств и Московии, нам сочинили и преподнесли платные сотрудники империи, поденщики Екатерины II и их последователи. Все они сочиняли преимущественно историю России только по екатерининским источникам, после чего была введена жестокая церковная и государственная цензура. Таким образом, задача фальсификации сводилась Екатериной к двум частям. Первое. Написать никогда не существовавшие летописные своды Московии периода Орды. Их до этого никто в мире не знал и никто до 1783 года не упоминал. Они все массово сотнями. Впервые появляются миру только при работе комиссии. Вторая часть. Исправить летописи Украины и Великого княжества Литовского, внося в них поправки в виде ссылок на сочиняемые события в Древней Московии и на сочиняемые летописные своды Московии. Причем летописи Великого княжества Литовского особой проблемы не вызывали, ибо были целенаправленно массово сожжены, тоже с целью сокрытия правды, еще во время недолгой оккупации войсками Ивана Грозного. А вот украинские летописи были головной болью императрицы. Характерно, что Екатерина собрала большими усилиями все доступные украинские древние тексты в их оригиналах, но они у нее в руках вдруг исчезают, а остаются только исправленные ее рукой их списки. Например, Храповицкий пишет, что вместе с Екатериной работал с оригиналом повести временных лет Нестора Литописца. Побывав в руках императрицы, оригинал исчезает, как и множество других подобных раритетов. До нашего времени дошли только сочинения, летописные своды, и навсегда после Екатерины II исчезли оригиналы древности. А дошедшие до нас летописные своды были найдены или при жизни Екатерины II, или после ее смерти. Комиссия, надо заметить, очень хорошо поработала. Замысел комиссии был следующим – соединить в летописных сводах, то есть в народном повествовании, Киевскую Русь и Московию. Так, в Ипатьевском своде во след повести временных лет идет Киевская летопись. Только в этой летописи упоминается год основания Московы. А Лаврентьевский летописный свод во след за повестью временных лет содержит описание летописцев южнорусских, а затем Владимира Суздальской Руси. И такая теперь оказывается в древности была. Замысел Екатерины II великолепен. Пишутся десятки летописных сводов, которые впоследствии как бы случайно находятся. И в них народные гении сами переносят право наследия от Великого Нестора, Древнего Киева и Галицко-Волынского княжества на Владимира Суздальскую Русь. А уж кто и как сочинял северорусские летописи, ведомо только Екатерине II и ее комиссии. И вот в 1792 году в Санкт-Петербурге появился яркий плод ее работы, так называемый Львовский свод, под авторством абстрактного летописца русского. Авторство комиссии и лично Екатерины II из скромности упущено. Все последующие летописные своды были «найдены» то ли екатерининскими подельниками, то ли лицами, очень уж заинтересованными в их появлении. Имперские историки и по сей день стесняются признать летописный свод, изданный в 1792 году в Санкт-Петербурге, екатерининским, хотя авторство императрицы и комиссии давно доказано многими незаангажированными историками. В 1792 году появился державно отредактированный летописный свод государства российского в пяти томах, якобы сочиненный летописцем русским. А дальше понеслось. Машина фальсификации все набирала обороты. Мусин Пушкин Алексей Иванович, например, нашел в кавычках слово о полку Игореве. Карамзин пошел еще дальше. Я искал древнейших списков. В 1809 году, осматривая древние рукописи покойного Петра Кирилловича Хлебникова, нашел я два сокровища в одной книге. Летопись Киевскую, известную единственно Татищеву, и Волынскую, прежде никому неизвестную. Через несколько месяцев достал я и другой список их. Принадлежав некогда Ипатьевскому монастырю, он скрывался в библиотеке Санкт-Петербургской Академии наук между дефектами. Все подобные открытия, невероятных по своему значению, никому никогда до этого неизвестных и никем никогда не упоминаемых документов, делаются почему-то только участниками работы комиссии и их последователями. Причем все эти находки, в кавычках, странным образом удачно доказывают заданные Екатериной указания по изменению картины истории. Дала задание, а вот и документ нашелся ранее никому не ведомый. Цепь удивительных совпадений. На самом деле, липа очевидна. Никто в здравом уме не может поверить, что Карамзин мог найти в библиотеке Академии наук нечто никем не замеченное и к тому же до этого никому неизвестное и нигде неупоминаемое. Все вновь разысканные своды, как близнецы-братья, изготовлены на одной колодке, то ли екатерининскими ребятами, то ли первооткрывателями. Каждый из вновь найденных летописных сводов имел свое какое-либо уточнение или подстегивал к киевской старине новую великорусскую землю, то ли тверскую, то ли рязанскую или московскую. Параллельно Екатерина II вводит своим указом в 1787 году строгую цензуру на публикацию книг по истории и на переиздание древних летописей. Отныне частные издательства не могут издавать такую литературу, а в первую очередь это запрещено знаменитому издательству Новикова, который издал во время работы комиссии несколько книг, которые прямо противоречили историческому творчеству Екатерины. Характерная черта плана тотальной фальсификации – полное исчезновение источников, на открытие которых ссылается комиссия. В том числе упомянутые вышелетописные своды, якобы найденные Карамзиным. Странным образом исчезли, их никто не видел, кроме Карамзина, но зато они включены в базис истории России. Сие абсолютно не научно. Эти летописи не были доказаны исторической наукой как достоверные, вообще не были изучены и исчезли. С какой же стати они сегодня признаются достоверными? Например, это невозможно в биологии. Ученый не может приписать себе открытие нового вида, не предоставив самого образца этого вида. А вот в исторической науке, оказывается, вполне можно доверять только словам исследователя, не подкрепленным никакими видимыми доказательствами. Точно так и слово о полку Игореве, опубликованное в 1800 году по единственному списку, владельцем которого был граф Мусин Пушкин. Величайший шедевр, находящийся в руках графа, сгорел, хотя сам граф войну 1812 года пережил и умер только в 1817. Не странно ли? Граф Мусин Пушкин живет постоянно в своем дворце в Санкт-Петербурге, но величайшую ценность почему-то хранит в Москве. Понятно, иначе нельзя назвать оригинал исчезнувшим. Мусин Пушкин понимал, что при детальном изучении его оригинала обязательно обнаружится то ли его подделка под старину, то ли искажение им текста. Напомню, что Мусин Пушкин – член комиссии, а в слове речь идет о событиях конца XII века, которые активно фальсифицировались по указаниям Екатерины II. Принято считать, что слово о полку Игореве – патриотическое произведение, написанное в 1187 году. Причем сама тема слова абсолютно расходится с исторической фактурой. Князь Мордвы Андрей Боголюбский в 1169 году напал на Русь со своих финских земель и устроил со своими финнами полный геноцид в Киеве, вырезав население, разрушив при этом все православные храмы и являя при этом свое финское язычество. Зададим себе простейший вопрос – неужели истинный верующий патриот киевской земли, переживший Андреева осквернение славянских святынь, мог в своем сочинении славить Суздальскую землю Моксель и ее финских князей? Прошло-то всего лет 15-18. Ответ на вопрос очевиден. Кстати, этот период рассвета имперского мифотворчества в России сопровождался, кроме создания комиссии фальшивых летописных сводов Орды и страны Моксель, массой вообще совершенно одиозных подделок. Стали во множестве появляться никому неведомые монеты средневековой Московии, на которых были указания о том, что ее князья являются преемниками Киевской Руси. Стали появляться фантастические летописи, где история России возводилась аж до античных времен, когда славяне Москвы, интересно как звучит, участвовали в греческих войнах. Хотя никаких славян в России нет и сегодня, а русские – это финны, как доказали исследования российских ученых в начале 2000-х в рамках определения генофонда русской нации. Если славян в России нет даже сегодня, то откуда они могли взяться в античные времена? Тем более, что сама народность славян возникла на многие века позже. Многие такие фальсификации мировой исторической наукой отвергаются как сущая глупость, но вот фальсификации, созданные в ходе работы комиссии, не только не отвергают в России, но, напротив, базируются на ней, ибо она создает столь нужные сегодня и всегда имперские исторические обоснования. А выдуманы они или нет – это уже не важно, ибо заказ на них, как был при Екатерине II, так сохраняется и сегодня. В рамках работы комиссии отыскивается Мусиным Пушкиным Лаврентьевский свод, доселе никому неизвестный и вообще нигде никем в истории неупоминаемый. Его Мусин Пушкин торжественно преподносит императрицы как огромную находку, ибо он реализует сразу массу наказов Екатерины при сочинении истории. Российские энциклопедии сегодня сообщают. Лаврентьевская летопись вслед за повестью временных лет содержит описание событий южно-русских, а затем Владимирско-Суздальской Руси. Владимирские летописцы рассматривали Владимирских князей преемниками киевских, а Владимир считали новым центром политической жизни Руси. С 1285 года в Лаврентьевской летописи начинается ряд датированных тверских известий, что говорит о начале тверского летописания. Просматривается в Лаврентьевской летописи и Тверской свод 1305 года, соединяющий материал различных областей и стремящийся быть общерусским. Это очень смешно. Летописцы-то оказывается киевские, суздальские, владимирские, тверские и прочие только тем и занимались, что проповедовали общерусскую идею из века в век. И в 1070 году, и в 1170, и в 1281, и в 1305, и в 1377 году. И это в то время, когда в киевской земле жили поляне и прочие славяне, а в залишанской земле жили финские племена Миря, Мурама, да весь. Это в те времена, когда жители Южной Руси люто ненавидели жителей так называемой Северной Руси. И, наконец, это происходило в то время, когда в суздальской земле священники зачастую не знали «Отче наш», но при этом они, оказывается, были великорусскими державниками. Надо бы еще напомнить, что писались такие великолепные своды в Мирянских и Муромских огороженных частоколом селах. Отсюда, уважаемый зритель, делай выводы сам. Только еще раз обрати внимание, что нашел граф Мусин Пушкин Лаврентьевский свод только в 1792 году, именно в то время, когда и повелела матушка-императрица. Вскоре Карамзиным был найден так называемый Ипатьевский летописный свод. Зачем же он был якобы найден? Российской исторической науке было важно придумать хоть какое-то доказательство тому, что Москва создана не ханами Золотой Орды, а славянами. На какие же ухищрения пришлось пойти Карамзину для того, чтобы натянуть сову на глобус, смотрите на нашем Патреоне, где мы опубликовали отдельное специальное видео для наших патронов. Ссылка на Патреон в подсказке, описании и первом комментарии. Не стоит думать, что Екатерина II стала первым человеком, написавшим собственную русскую историю. За сто лет до создания Екатериной II комиссии, один из современников Петра I, Андрей Иванович Лызлов, написал в 1692 году серьезный труд «Скифскую историю». Именно в этой работе Лызлов впервые попытался изложить историю будущей России, в те времена она называлась Московией, ее взаимоотношения с Киевской Русью и Золотой Ордой. «Скифская история» охватывает время с древнейших веков до конца XVI века. Лызлов использовал большой круг источников и исторических сочинений – летописи, хронографы, разрядные книги, варианты казанской истории, украинские исторические труды, польско-литовские хроники, сочинения латино-итальянских и других авторов. Его «Скифская история», как ни странно, не была издана до 1776 года, хотя распространялась в рукописи. Издание книги в очень малых тиражах в 1776 и 1787 годах осуществил знаменитый издатель Новиков, уже упоминавшийся выше, и в ответ на эти издания появился указ Екатерины Второй, вводивший цензуру на книги по истории России. О чем же повествовала скифская история? Вот главные мысли, которые поведал Лызлов, изучивший древние первоисточники. Монголы, пришедшие в 1237 году в Суздальскую землю, вовсе не монголы, а восточные и южные соседи Московии и Волжской Булгарии – татары, вернее, тартары, что является абсолютно верным, так как монголы в XIII веке имели всего несколько сот тысяч населения. Сегодня их всего 2 миллиона. И вели одновременно войны на трех направлениях – Китай, Иран и Европа. То есть из Монголии пошла династия чингизидов, и по пути завоеваний вовлекла покоренные народы Волги в орбиту своей государственности. Впоследствии и Суздальские княжества, земля Моксель, вошли в состав единого государства Волги, и повсеместно привлекались в завоевательные походы Золотой Орды, что полностью доказывается русскими источниками, но не признается российской исторической наукой, ссылающейся на версию истории, созданную комиссией Екатерины. Другая мысль Лызлова. Жители Москвы – это отдельный обособленный самобытный народ, ничего общего не имеющий ни с русскими, то есть с жителями Киевской Руси, с Литвой, белорусами, поляками и так далее. Вот что конкретно пишет Лызлов. Скифия состоит из двух частей. Одна – европейская, в которой живем мы, то есть Москва, московиты, мокша, россияне – украинцы, литва – белорусы, волохи и татары европейские, крымские, ногайские и так далее. У Лызлова народ Москва – это и есть народ мокша, моксель, в славянском названии – москель, москали. Это финны мокша, а вовсе не славяне. У Лызлова ни в одном месте не упоминается о каком-либо славянском родстве финно-московитов и русинов Украины. Наоборот, очень четко подается мысль о разграничении этносов Московии и Киевской Руси. Причем эта мысль господствует в серьезной аналитической работе еще в 1692 году, то есть до времени, когда Петр I повелел называть Московию российским государством, переименовав Московию в Россию. У Лызлова не упоминается ни один так называемый летописный свод. Свободно изучив множество архивов, переворочав сотни первоисточников, Андрей Иванович Лызлов, написавший скифскую историю, нигде не обнаружил ни одного из тысяч русских летописных сводов, якобы впервые обнаруженных комиссией Екатерины II. При этом он в архивах был на сотню лет раньше всяких Карамзиных, Мусиных, Пушкиных и прочих екатерининских подельников. Интересно, что у Лызлова и других историков 16-17 веков нет никаких упоминаний о Великом Несторе, который по нынешним представлениям творил не позднее 12 века и создал якобы «Повесть временных лет». Почему? Да потому что в 16-17 веках о Несторе и не слыхивали. Не существовало еще его трудов, только и всего. Даже имени такого историки не знали. «Повесть временных лет» была написана по указанию Петра I на основе древних летописей для обоснования его балтийских территориальных приобретений. Сей труд Петр и обнаружил столь «удачно» в кавычках в захваченном Кенигсберге. Вообще же просматривается тенденция. Как только российские государи захватывают себе новые земли, так тут же находятся исторические документы, якобы подтверждающие их права на них. Более трагичной оказалась судьба трудов Василия Никитича Татищева, которые стали вообще как бы утерянными. Талантливый историк много лет трудился для России, но был отвергнут, а его книги уничтожены властью. Он создал огромный труд. История российская с самых древнейших времен. Все первоисточники, которыми пользовался Татищев с 1720 по 1745 годы к 80-м годам 18 века, были сосредоточены в архивах за семью замками в тайниках Екатерины II. Куда доступ имели только доверенные лица. Вот слова работавшего в России с 1761 по 1767 год немца Августа Людвига Шпицера. В 1720 году Татищев был командирован Петром I в Сибирь. Тут он нашел у одного раскольника очень древний список Нестора. Как же он удивился, когда увидел, что он совершенно отличен от прежнего. Он думал, как и я сначала, что существует только один Нестор и одна летопись. Татищев мало-помалу собрал десяток списков. По ним и сообщенным ему другим вариантам составил одиннадцатый. Тут уместно вспомнить, что Татищев ранее изучал приобретенный при захвате Петром I в Кёнигсберге якобы Радзивилловский текст «Повести временных лет», в который были с подачи Петра вклеены листы, касавшиеся появления Рюрика в Ладоге, и страницы о видении рода князей России от библейского Адама. Этот кёнигсбергский текст одиозно противоречил всем летописным текстам, известным Татищеву. Главная суть в том, что до находки Петра все существовавшие летописи давали совершенно другую картину возникновения Руси, и Татищев ей совершенно верил, так как она подтверждалась всеми источниками. А именно, Киевскую Русь создал вовсе не Рюрик. Киев еще до Рюрика стал русским от Галицкой Руси, а та стала ранее Русью от Руси Рутении, колонии славян Палабья, располагавшейся на территории нынешней Венгрии и Австрии. Ее столицей был город Кеве. Это венгерская Русь, существовавшая до XII века, отражена во всех европейских хрониках, включая и хронику польскую. Рюрик же в Саамской Ладоге создал только очередную новую русскую колонию. Построил Новгород как продолжение старогорода Палабской Руси, ныне Ольденбург в Германии. И когда посланные им Аскольд и Дир пришли к Киеву, то увидели, что там уже правят русские князья, но другой Руси, не подчинявшейся абодритам и датчанам. Началась межрусская война за Киев. Замечу, что до сих пор многие российские историки недоумевают или считают ошибкой летописи тот факт, что князья Киева ответили посланцам Рюрика, что тут уже правят русские князья. Это кажется нелепым только в версии истории, выдуманной Петром. Ему, как и Екатерине, тоже помогали нанятые немецкие историки. Петр повелел считать, что Русь родилась именно в Москве. Это давало права на все земли, так или иначе связанные в истории с Русью. Татищев же нашел в своих изысканиях неугодный факт существования в Европе многих русей задолго до высадки Рюрика в Ладоге, одновременно показывая главный факт, что в то время на территории Московии никакой Руси не было и в помине. В том числе Татищев, воссоздавая в своих исследованиях истинную историю Руси, вроде бы как смог, согласно туманным намекам Августа Людвига Шпицера, найти родословную русских киевских князей до Рюрика, которая к Рюрику никакого отношения не имела, как и к Московии Петра, но зато имела отношение к Центральной Европе и существовавшим тогда русским королевством и княжеством. А их было несколько. Все это помогает понять недоумение Татищева, когда он познакомился с найденным Петром списком повести временных лет. А дальше недоумение стало еще большим, переходя в протест. В Сибири Татищев нашел другие древние списки повести временных лет, лишенные Петровской правки. И его мнение тут совершенно изменилось. Он обнаружил, что Петр занимался фальсификацией истории. Сфальсифицировал кёнигсбергский текст повести, который абсолютно не соответствовал спискам этого текста, найденным Татищевым в Сибири. С этого времени Татищев стал в опале. А все его исследования истории стали для государства крамольными. Вся крамола Татищева заключается в том, что он честно писал о финской и ордынской истории России и честно возмущался попытками российской власти скрыть эту историю. Не кажется ли очень странным тот факт, что к нам не дошли даже татищевские первоисточники? А ведь все они были засекреченные на руках у Екатерины Второй. Всему не стоит удивляться, такие странности сопутствуют русской истории повсеместно. Именно после повеления Петра Первого, преобразовавшего Московию в российское государство, элита Московии начала задумываться о необходимости создания целостной истории собственного государства. Но только с появлением на русском престоле Екатерины Второй, европейски образованного человека, правящей элите удалось загнать сюжет московской истории в заданное проимперское русло, украв у Киевской Руси ее законное название – Русь, приписав это имя финно-татарскому этносу – Московии. Все было обосновано по потребе. Лживо облагородили Александра, так называемого Невского, сочинили миф о Москве, скрыв правду о ее татаро-монгольских прародителях, вернейшего защитника единства Золотой Орды Дмитрия Донского превратили в защитника независимости Московии. И прочее, и прочее, и прочее. Летописные своды тысячами заполнили российскую историческую науку, а единичные исторические первоисточники исчезли бесследно. И нас заставляют верить этому фокусу и этой лжи, ставящей под сомнение еще и государственность украинского народа и самого Киева как столицы чего-либо суверенного. Если же оставаться научно-беспристрастными, то историческая наука стран бывшего СНГ обязана признать факт одиозной фальсификации истории комиссии Екатерины Второй. Причем, если это отвергается до сих пор кем-то в России из отживших свое имперских соображений, то это к науке никакого отношения не имеет. Надо разграничить настоящую историю от мифических воззрений на то, как бы хотелось ее кому-то видеть. А о том, как Екатерина Вторая фальсифицировала историю Великого княжества Литовского-Беларуси, тема уже отдельного видео. Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А также поддерживайте автора на Patreon, где можно смотреть дополнительные видео, а также ролики до официальных премьер. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!